Этот коммутатор называется П-193М, есть М2, кнопочный и с автоматическим набором. Название всех коммутаторов и радиостанций майор запаса Александр Чернышов знает на зубок. Зато гости не то что видят, слышат об этом впервые. А потому сразу же решили все потрогать и протестировать. После подробной инструкции профессионала, конечно. Теперь 12-летняя Надя Сурадеева хвастается, умеет включать и настраивать радиостанцию Р-173М. Надо переключить на запись, потом сбросить и нажать. Потом включить работу и ставить на кнопку. Все, нашел. Нажимаешь, говоришь, а вот сюда слушаешь. Привет. Ты опусти. Нажала, сказала, опустила. Я ничего не говорю. А Тома Салихова из Зеи сначала пыталась поздороваться с китайцами, а потом попробовала прочитать зашифрованные слова, которые используют в своей работе военные радисты. Азбука какая-то, вот это, с зашифрованными словами, потом вот радио, вот это вот, которое можно с китайцами говорить. Ну и клавиатуру, как надо держать правильным пальцем, чтобы, ну, текст писать. Говорить в этот микрофон было интересно. Ну, например, буква В. Видала. Буква Р. Напев ее решает. Самым интересным занятием стало изучение азбуки Морзе. Девочки узнали, что у каждой буквы есть свой определенный напев. И отбить его не так уж и просто. С первой попытки ни у кого это сделать не получилось. Некоторым это испортило настроение. Кнопки какие-то тут, шнуры, фигня вся. А что тебе интересно? На компьютере поиграть. Там кнопки интересные. И легче нажимают. Впрочем, заинтересовать девчонок перспективами службы в армии все же удалось. Правда, некоторым из них попасть в ряды военнослужащих уже не удастся. Из-за того, что стоят на учете в полиции. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».